Наша задача — поддерживать их стабильными. Наша задача — поддерживать стабильными эти проекты. Как выглядят тесты Jenkins? Мы используем Jenkins, уже Хаса, уже Гога. Это просто список из тестов, их статусы и их названия. Когда они были стабильными, когда они были нестабильными. Jenkins шлёт notification-email о статусах наших проектов. У меня есть специальная папка в аутбуке, куда я складываю эти письма. И, признався честно, я не открываю эту папку никогда. Писем там тысячи. С индикацией статусов всегда есть проблемы. Во-первых, это жутко раздражает. Никто не хочет видеть build-failed статус, build-failed email, pre-show, или sms, или skype message. Ну и нафиг. Всё. Спасибо за вопросы. Я готовил это для English-спикеров и не адаптивов для русских, поэтому всем понятно. Тяжело понять текущий статус проекта, на который мы смотрим. То есть у нас приходили, вы с утра приходите на работу, в папке Jenkins 50 сообщений, тест упал, тест поднялся, тест упал, тест поднялся. Вам нужно зайти на Jenkins и посмотреть, что же реально происходит с проектом. Очень легко игнорировать эти статусы. Вы видели, у меня есть папка, все письма падают туда, я туда не захожу, нет ничего прочего. И очень легко забыть о том, что с проектом что-то не так, потому что пришел notification, что-то упало, у вас есть более важная работа, которую вы должны делать сейчас. Я займусь этим позже. Естественно, вы этим не играете. Инженеры во всем мире сталкивались с этими проблемами в первый раз и придумали для этого простой средство, он называется индикатор. У вас в ваших машинах на приборных панелях есть много-много лампочек, и они говорят о тех вещах, которые идут, например, в машине не так. У вас сломались тормоза или что-нибудь такое, и как только они сломаются, вы увидите этот индикатор. До этого момента ничего такого не происходит. Представьте, если бы вам приходила смска или e-mail о том, что что-то с вашей машиной не так, у вас есть для этого индикатор. Я подумал, почему бы не сделать какой-то такой простой понятный индикатор для статусов наших build-off, статусов наших тестов. Фактически у тестов не так много, и в собственном положении тест может быть зеленым, он пошел хорошо, тест может быть красным, что-то пошло не так, или, например, мы не можем получить статус теста. Это тоже один из статусов теста, то есть нет возможности получить текущий статус. Для этого очень хорошо подходит светофор, то есть он все это может показывать. Я решил взять светофор. Маленькая история о том, как взять светофор. А, кстати, да, светофор он не раздражает. Светофор, легко понять текущий статус светофора. То есть он красный, что-то не так. Водители знают, что невозможно игнорировать светофор. То есть можно игнорировать светофор, но если вы будете так делать несколько раз, могу без проблем. И тяжело забыть о том, что светофор красный, он висит в офисе, на стене, всегда рядом с вами. Как работает светофор в моем офисе? Он висит на стене, а он соединен с компьютером, который шлет запрос в Дженкинс. Я решил найти светофор. И большая проблема в том, что взять где-то светофор в Беларуси, кроме того, как украсть, нет никакой возможности. Они не продаются в магазинах, их невозможно заказать в моем торге. Никто из ГАИ не будет с вами сотрудничать, никто не даст нам светофор. Поэтому я открыл eBay. На eBay светофоров миллионы. Люди продают светофоры по всему миру и продают их на eBay. Это хорошо работает. Больше всего их в Штатах. Вот это одна из моих любимых моделей. Welcome Walk, еще есть такая с красной рукой и белым человеком. Они классные, они красивые, но с ними есть проблема. Они весят очень много и стоят очень дорого. Приставка Vintage добавляет к цене плюс 500 долларов. Так что если бы я даже взял этот светофор предыдущий, он стоил 250, в принципе куда ни шло. Но доставить его в Беларусь это еще, наверное, 500. Плюс, я уверен, люди на таможне будут спрашивать, зачем мне светофор. Это тоже классная модель, но, блин, 1600, представляете. Но в нем целых 8-8 лампочек, а это можно так близко так и устроить. Вот он светофор, который я в итоге нашел. Я нашел знакомых, которые знаю знакомых, которые знаю знакомых. И у них есть знакомые в ГАИ, которые занимаются тем, что они утилизируют светофоры. Оказывается, в Беларуси светофор работает 15 лет. После 15 лет светофор отвозят, как это называется, «русайку». Переработка. И пластмассу украшают, стекла выкидывают, лампочки тоже никому не нужны. И все светофоры уничтожают. То есть такие прекрасные вещи в Беларуси просто гибнут. Мне удалось вырвать один светофор из рук этих маньяков. И вот на весь этот стиль. Вот так он выглядит сейчас. Это кадр, снятый буквально неделю назад. Как выглядит светофор внутри? Я переращил его домой, открылся на кухне. Я был впечатлен. Вот так выглядит светофор, который прорывал 15 лет. На самом деле в нем нет ничего сложного. Он абсолютно пустой. В нем есть отражатели, в нем есть провода, в нем есть лампочки. Вот, собственно, и все. Первый раз я его выключил у себя дома. Честно говоря, если я был женат, я бы оставил его у себя. Мне, честно, очень нравится, очень красиво. Что внутри светофора? Что заставляет его работать, что заставляет переключаться лампочки? Внутри светофора есть реле. Реле, вы знаете, это то же самое, что вы включаете на стене, которую вы включаете, когда заходите в комнату. Это только реле делает этот самым. То есть вышли туда 3 вольта. Это то же самое, что вы нажали на клавишу, когда зашли в помещение. То есть реле переключает напряжение. Вот эта штучка называется MP710. Она сделана в России. Она включается USB-компьютера. И фактически все, что мы можем, это вот на эти вот контактики, здесь 24 штуки, посылать 3 вольта со своего компьютера, включив его в USB. То есть эта штука с 11 лиле, которая переключает напряжение, в которую переключают лампочки и светофоры. Как это выглядит внутри светофора? Я не электрик, поэтому здесь такой МЕС и... Но оно работает уже больше года. Жаловались мои коллеги на то, что слишком яркий светофор. Световые линзы в светофоре сделаны таким образом, что свет режет глаза. То есть светофор должно быть видно далеко. В нем, если даже ставишь самые слабые лампочки, которые есть в Беларуси, это 44, они все равно очень яркие. На него невозможно смотреть. Я докрутил туда... How to say in Russian. Короче, такая штучка, которая поворачивается, знаете, и яркость меняется. Вот поэтому мы сейчас можем сделать его там... как горение светофор. Такой яркость у нас. Либо очень яркий. Он горит сладенько, поэтому никого сейчас нет. Спасибо. Еще один кау. Да, теперь про то, как можно было это сделать по-другому. Я, на самом деле, доволен этой штучкой MP710. Она сейчас уехала вниз. Тем, что, во-первых, нету никаких технических средств управлять этой штукой не из Windows 98, по-моему. Ребята, серьезно. Ребята сделали ее... То есть электронщики в России, которые ее делают, они знают, что есть такой дек, как Linux. Я нашел самого разработчика этой штуки. Он сказал, извини, пацан, тебе придется делать это самому. Я написал сам драйвера для Linux. Она работает сейчас так. И, во-вторых, эта штука стоит порядка 30 долларов. То есть это вполне сравнимо с ценой, например, Arduino. Или Raspberry Pi. Если бы мы использовали Raspberry Pi или Arduino, нам не нужен был бы никакой другой компьютер, к которому мы соединяем сейчас, вот эту MP710, компьютер, который шлет запросы Jenkins и потом шлет какие-то сигналы на MP710, и она переключается в топор. Мы бы все поместили внутрь маленькой Raspberry Pi. Это уже Linux-система размером с кредитную карточку. Она бы сама стала на запросы на Jenkins, она бы сама переключала светофор. Здесь есть такие классные штучки, они называются GPIO. И они могут, собственно, посылать 3 или 5 вольт на реле. Система была бы автономной и выглядела бы вот так. То есть в Raspberry мы положили бы внутрь светофора, и он бы сразу стал запросы на Jenkins. Вот, собственно, и все. Я хотел показать последним кадрам кабину шаттла, шаттлов уже больше нет, но кабина самого последнего шаттла выглядела так. Если сюда посмотреть, здесь есть и мониторы, есть и тачскрины и прочее, но все-таки ребята сосредоточились не только на этих мониторах, на которых можно вывести статус всего чему угодно. Можно было бы сделать один большой монитор внутри шаттла, он бы показывал все, и через него можно было бы управлять всем в шаттле. Но они сделали еще и миллион индикаторов внутри этой кабины, потому что индикаторы работают по-другому, они не работают как мониторы или как телевизоры, они воспринимаются по-другому. Второй вопрос. У меня сколько по времени есть светофор? Да, светофор работает. Светофор я поставил в ноябре 2013 года, то есть больше года он уже работает. И он не выключался ни разу? Качество года улучшилось? Ой-ой-ой, это сложный вопрос. Возможно, да, качество года улучшилось. По крайней мере, я точно могу сказать, что люди стали больше понимать саму специфику нашей работы, те, кто не до конца понимал, насколько это важно. Сейчас, понимаешь, когда сидят девелоперы, в моем помещении работают более 50 человек, и моя команда — это 11 человек. И когда загорается красный светофор, люди не могут просто пройти мимо. Даже те, которые не связаны с нашей работой, они говорят «Светофор красный! Светофор красный!» И Сергей О, да, светофор красный, надо пойти что-то делать. Так что, да, на самом деле, люди стали более ответственными. Мы думали про монитор, на самом деле. У нас в офисе есть еще два больших светофора, на которые можно вводить эти статусы. Но, опять же, можно вывести на монитор список тестов, которые фейлиться. В итоге мы придем к той же системе, с которой мы начали, то есть, нотификациями, которые шлются тебе лично, то есть, приходят в твой Outlook или в твой Skype, или тебе смс-ками, и это работает не так хорошо, как хотела. Что следующее за светофором? Да, кстати, я четвертый раз читаю этот доклад, и люди начинают, как бы, придумывать более интересные идеи этого светофора. Так что вы можете подумать об этом сами. Допустим, американские заказчики, когда мы им это показали, они говорят, «О, классная идея, давайте сделаем, короче, поезд, который ездит по офису, и он едет к тому, кто поломал и пил». Или везет пиво тому, кто починил пиво. Потому что еще есть классная вещь на eBay продается. Есть такая ракетница, стреляет, короче, резиновыми, какими, знаете, как были пистолетами, отечественными, ну, типа, дротик такие, да. И ее можно с компания, потому что USB подключается, поворачивая на нужный лук, и можно стрелять прямо в того, как ты делаешь. Так, в общем, порядок много. Физический миру он очень интересный, он очень большой, не стоит с ним пытаться на своих миторах. Все. Все. В этом случае берем, берем в том случае, когда все тесты джентльси. Последний угол, да. Последний угол, да. Все зеленые. То есть как только тема хороша, что ты коммитуешь какой-то код, ты забыл случайно протестить его у себя на локале, ты его коммитуешь на dev-сервер, что-то падает. Что-то падает, светопорт тоже загорается, как раз. Но ты понимаешь его? Блин, я только что-то закрепил. Что-то просто не знаю. Желтый в том случае, когда мы не можем связаться с джентльси сервером, например, пропал интернет, или машина, которая под ключом NB710 перезагружается, или зависит во что-нибудь такое. Ну, наверное, что происходит, где есть федеральная, где достать теперь еще раз можно? Где достать светофор? Никита. Спасибо за то, что. Спасибо. Нет, на самом деле, можно его достать на импельсинг. Если бюджет есть, например, тысяча долларов, то можно привезти сюда светофор. Теоретически я могу найти тех людей, которые помогли мне за светофором, если ты загорешься этой идеей, мои контакты есть. Можно найти светофор у тебя. А почему вы вообще-то не использовали ардеины и Raspberry? По-моему, ардеина в то время уже была. Ты знаешь, я хотел как можно проще это сделать. На самом деле, да, это моя ошибка, потому что я использовал NB710. По-моему, как раз еще ардеина проще было. Да, ардеина в итоге оказалась друг проще. Мне казалось, что у нас возле светофора все время есть компьютеры. Зачем нам еще отдельный компьютер класть внутри светофора? Ведь мы окружили и так светофор весь компьютер, и мы в какой-нибудь компьютер из этих включим, пусть он переключает там эти сигналы. Мы сделаем только ту часть, которая занимается переключением сигналов. На самом деле, да, сделать светофор автономным было бы гораздо лучше. У меня тогда вопрос. У тебя лежит на столе Raspberry Pi. Зачем ты его тогда используешь? Raspberry Pi – это будет, наверное, следующий доклад на WebNodeBombs. Я делаю умный дом в своей квартире. Я вам скажу, как это делается. Это совсем другая область. И где достать? И где достать что? Где достать? Где достать? Или где-то светофор? Нет. Ну, где достать? Где достать? Да, окей. Теоретически я могу, на самом деле, поискать людей. Мы, возможно, достанем, спасем еще один светофор в лапах маньяков. Спасибо вам. hindsightPadт АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЗАБАТА